здравствуйте дорогие друзья тему которую мы сегодня рассмотрим поднимем она в некоторой степени является весьма болезненной и в то же самое время интересной я также уже обещал что не буду уделять внимание войне на донбассе то есть в отношениях между донбассом и украиной в силу нечистоплотности самих событий я уверен мы все понимаем что там на самом деле весьма много лжи всевозможных подковерных игр обидно только то что страдают в конце концов люди то есть мы являемся по большому счету заложниками не как неких политических религиозных экономических структур которые я просто искусно манипулируют и опять таки этой теме мы не будем уделять внимание такова реальность и у каждого всегда есть свой выбор то есть мы обладая определенным уровнем интеллекта и мудрости можем выстраивать свою судьбу в том направлении в которое считаем необходимым и вопрос заключается в следующем он на первый взгляд возможно простой но с другой стороны я также подумал что скорее всего на этот вопрос никто другой ответить не сможет потому что увы в нынешнее время подобных мастеров 0 людей которые могут дать ответ на такой вопрос или ясновидящих которые могут отследить скажем так миграцию души в духе другие миры очень мало и я все-таки счел необходимым что все-таки стоит немножко приоткрыть завесу в этом направлении вопрос как я уже сказал заключается в том куда попадают души которые воюют на стороне донбасса то есть воины ополченцы которые погибают со стороны днр лнр для того чтобы мы поняли всю суть происходящего я расскажу ну или напомню несколько видений которые я описывал еще четыре года назад и последний ролик я записывал по 2 года назад в первом ролике я описывал состояние небесной сотни то есть тех душ людей которые воевали с законными представителями в киеве то есть полиции они погибли на майдане незалежности в результате всех их именно украина сделала героями но насколько правилен ход именно представителей украинской власти нынешней украинской власти в отношении данных псевдо героев на самом деле во время видения я большому своему изумлению увидел души тех людей которые погибли тогда на донбассе в четырнадцатом году и я могу сказать что это эти души не попали в райские миры я видел их астральные тела находящиеся глубоко в земле то есть данный знак указывает на то что они упали в нижние миры и это довольно легко объяснить с точки зрения логики все дело в том что очень важна сама идеология то есть с одной стороны вроде бы мы я думаю все узнаем что когда человек совершает геройский поступок допустим отдает свою жизнь за других людей здесь очень важна сама мотивация то есть за кого он погибает и что им движет да то есть если человек погибает на поле брани с благословения допустим сергия радонежского как это происходило в случае пересвета и осляби тогда эти души сразу же направляются в святые миры если же допустим кто-то погибает отстаивая позиции или невежество или глупость некоего товарища по фамилии бандера и что самое интересное в истории есть подтверждение тому что этот человек болел легкой формой шизофрении понимаете то конечно же эти души в принципе никак не могут попасть на небеса это с одной стороны во вторых сама война которая происходила на украине она как бы ну или боевые действия или то что там происходило некая революция которая происходила на самом деле собственно не очень то и понятно кто с кем воевал во янукович на свою страну не нападал и полиция которая противостояла этим негодяям из футбольных команд которые там все это заварили они собственно и не нападали поэтому любая гибель которая происходила на майдане она не несет какого-то благого поступка в себе или благого умысла то есть это просто форма невежество форма глупости время на самом деле уже показала то есть мы можем видеть что прошло четыре года ни одно обещание которое дала нынешняя власть которая тогда же все это заварила она не исполнила то есть на украине стали жить люди только хуже плюс еще потерянный крым потерянный донбасс и так далее то есть это все очевидные факторы и и я об этом говорил и многие другие экстрасенсы также говорили что на самом деле ничего хорошего на украине быть в принципе не может поскольку пришли люди с нечистыми грязными душами два года назад когда мне было видение относительно украины у меня было видение с богиней кали богиня кали в традиции индуизма это богиня смерти но она является не только богиней смерти но еще богини перерождения то есть на самом деле она еще является матерью вселенной именно так и именует поскольку давая жизнь или возможность людям погибать умирать отнимая у них жизненные силы она в то же самое время дает этим же самым душам новые тела новое рождение то есть она на самом деле контролирует процесс миграции души из одного тела в другое в своем видении учитывая кстати друзья хотелось бы напомнить что я все-таки следует традиции йоги традиции индуизма и конечно же многие видения они соответствуют характеру той традиции которой я следую то есть чаще всего я вижу божеств или какие-то знаки которые получаю от божеств традиции индуизма и два года назад я видел именно богиню кали которая находилась в центре киева и она была очень худая она была вся изможденная она была голодная и злая данное видение конечно же я понял что ничего хорошего не сулит самой украине и но мы это опять-таки можем видеть то есть я тогда это на эту тему записал ролик все это рассказал ничего не скрывал да еще хотелось бы сказать что когда я видел два года назад богиню кали в киеве она рыскала знаете как голодный лев по улицам ходила и хотела условно говоря убить убить сожрать но вот такое знаете странное проявление и и энергии она была другими словами очень недовольна всем тем что происходит то есть это для украины это очень дурной знак и опять таки да мы можем видеть что с каждым годом ситуация в отношениях между странами нато ес между европой и америка и они как бы постепенно ухудшаются у них по и проявляются какие-то такие странные трения внутренние которые не идут им на пользу то есть они не объединяются все дальше идут к разъединению это уже сейчас очевидно хотя вот да и два и четыре года назад и пять лет назад это казалось бы еще не реальным но сейчас мы можем видеть что в какой-то момент и америка вдруг ослабела и выходят как бы на повестку дня уже или в лидирующее положение другие страны и сейчас это уже не секрет то есть мы сейчас это уже сами можем видеть но тогда это было невозможно тогда никто никто бы в это не поверил и учитывая то количество комментариев которое было оставлено у меня четыре года назад под видео конечно же это и говорит о том что никто в этом из людей по сути не верил то есть принципе это было на первый взгляд невозможно но в духовном мире знаки или видения которые мы можем получать или мы можем видеть события которые грядут в будущем они указывают четко четко на те события которые возможно проявятся в ближайшее время и рыскающая богиня кали голодная которая всех ненавидела всех презирала и она была очень гневная причем она была настолько гневная что люди которые могли бы проявляться вокруг нее они они просто прятались они чувствовали негатив ненависть со стороны таких божественных существ что когда я видел богиню кали на майдане незалежности она стояла одна там то есть весь майдан был пустой никого там не было такое ощущение что весь киев опустел только потому что туда явилась кали и все просто почувствовали это да друзья кали богиня смерти и кто сталкивался с писаниями ведическими писаниями в частности допустим описывается ситуация когда богиня кали в течение одной ночи уничтожила все войско кришны даже не в течение ночи там по моему за несколько часов она изрубила несколько миллионов человек за ночь они все не проснулись больше они так и погибли в своих шатрах во время сна то есть она прошлась через весь им лагерь шри кришны и пандавов и просто их всех уничтожила из всего войска кришны осталось всего лишь пять человек кажется 5 или 8 по моему пять человек со стороны войска пандавов и три человека со стороны войска кауравов осталось это вот из того многомиллионного войска которое было на поле битвы кругшетра осталось такое количество такое малое количество людей воинов то есть на самом деле сила богини кали очень велика и не стоит как-то к ней презрительно относиться и не не до цены до оценивать ее в силу ее миссии то ее миссия очень сложная но возвращаясь к вопросу который был задан мне подписчицей я хочу сказать что действительно не было видение связанное с судьбой ополченцев и я видел огромное поле и это поле было устла на телами погибших воинов именно погибших ополченцев еще раз подчеркиваю мы рассматриваем только судьбу тех воинов которые пали со стороны днр и лнр и я видя это поле я видел как все те войны которые пали да то есть по большому счету каждый погибает в какой-то определенной позе и каждый воин начиная от моторолы гиви захарченко и всех остальных героев но я условно это называю героями потому что все таки исходя из своего видения их жизнь была более чистая то есть более праведная мы не будем рассматривать достоинства или недостатки этих людей сейчас это уже не принципиально их уже нету то есть они совершили геройский поступок невзирая возможно на какие-то свои недостатки тем не менее они отстаивали свою страну своих близких своих друзей против той нечестивой идеологии которая двигалась со стороны запада я видел как данные люди погибшие ополченцы лежали каждый именно в своем положении то есть это искрюченные позы какие-то кто-то лежал с руками поднятыми вверх кто-то с оторванными руками ногами с изрешеченным телом и так далее или взорванным телом или обожженным телом то есть зрелище довольно печальная и что самое интересное было очень тихо знаете вот как действительно когда битва заканчивается приходит какая-то странная тишина вот тоже самое чувство или состояние пережил именно тогда я и находясь на этом поле я точно также увидел и богиню кали и она стояла в танцующей позе она излучала очень красивый голубой свет хотя в киеве до этого я видел что она была черная то есть у нее энергии доминировали гнева сейчас же она стояла излучая красивый небесный такой голубой свет и но в то же самое время ее тело было темно-синим и что самое интересное она не была худая не было изможденной она была я бы даже сказал упитанной и даже немножко полноватой когда я на нее смотрел я видел что она счастлива она довольна и что самое интересное она сытая да тема немножко сложная и это она в силу тех благородных поступков которые совершали данные войны данные ополченцы и данное ее состояние указывала на то что во первых жертва которую приносили ополченцы то есть жертвуя своими телами свою своей жизнью жертвуя за благородное дело данная деятельность она угодно небесам и частности богиня кали является проводником небес данном случае и это также указывает на то что их жертва была принята можно сделать также вывод что дальнейшая судьба донбасса и луганска будет благотворной и позитивной бесспорно возможно конфликтные отношения с украиной будут продолжаться но не стоит все-таки отчаиваться да возможно где-то будут обстрелы где-то будут возможно конфликтные боевые действия но тем не менее судьба и донбасса она находится под покровительством высших духовных существ учитывая то что богиня кали и и по сути за все ее существование во вселенной никто не смог победить поэтому волноваться не стоит но конечно же если донбасс и луганск не будут совершать преступные какие-то деяния в отношении вселенной то есть все-таки нужно придерживаться этических каких-то соображений снова нравственности условно говоря быть праведными и тогда вселенная будет на стороне и донбасса и луганска также хотелось бы сказать на что я обратил внимание что когда я видел этих всех людей я видел очень тонкие договоры между богиней кали и данными ополченцами то есть я целенаправленно отсматривал несколько роликов и гиви и моторолы и каждый из них немножко с презрением относились к смерти то есть они говорили что я готов к смерти я не боюсь я понимаю что от судьбы не убежать и так далее но когда они произносили эти фразы вовсе со вселенной заключались некие договора и на самом деле духе высших духовных сфер они эти фразы слышат и когда мы выражаем именно эту фразу то вселенная может взять с нас это обещание то есть если мы что-то обещаем вселенной да даем какое-то обещание погибнуть геройски за свою страну допустим то вселенная даст возможность именно так погибнуть нам с одной стороны это конечно же благотворно но с другой стороны если человек действительно ценный для своего государства то лучше было бы если бы он подольше жил и смог как можно больше благ принести своему государству это в данном случае речь идет и о о всех тех людях которые находились на поле битвы то есть не надо в холостую совершать обещание заключать какие-то вот устные договора чтобы не уйти раньше из этой жизни то есть наша речь наши мысли наши слова не все материализуются и довольно быстро тем более когда человек находится в стрессовой ситуации а донбасс это скажем так такая горячая точка и конечно же люди пребывая в постоянном стрессе они довольно часто говоря многие вещи не подозревают что они сами формируют свою собственную судьбу поэтому нужно всегда думать что мы обещаем кому обещаем и для чего мы это делаем но и для того чтобы мы не думали что богиня кали гневная богиня кали несет только смерть разруху и так далее я могу сказать что это скорее всего подобные выводы делают люди которые совершенно не понимают что из себя представляет богиня кали допустим когда мы совершали поездки во в ринда ван это один из самых святых городов города один из самых святых городов индии мы посещали храм известный как кати я не темпл и этот храм по преданию построен на месте в котором упала прядь волос богини кали и на этом же месте точнее рядышком там есть небольшой парк и в этом парке когда река ему на огибала город в ринда ван в этом месте радхарани со своими подружками они слепили из глины и песка богиню кали и длительное время ей поклонялись до тех пор пока божество не ожило и не благословила их на брак с шри кришной обратите внимание в данном случае богиня кали она и благословляет на благое дело на брак на на счастье на любовь и в целом как бы я могу также сказать что и подтвердить что богиня кали это очень миролюбивое божество если конечно же не вести себя дурно она очень не любит грешников и если человек совершает греховные деяния могу сказать одно что будьте готовы к встрече с богиней кали то есть если есть люди которые очень много грешат глупо себя ведут совершают злые деяния богиня кали явится очень быстро в своем случае было ли у меня видение также с этим храмом или также с с этой богини но направленная на более благие знаки были сразу хочу сказать в одном из видений я некоторое время просил богиню кали его благословения но вместо благословения я увидел видение в котором из храма этого храма который я только что описал катиянии темпл вышла не богиня а вышла моя собственная супруга таким образом богиня кали дала понять что мне нужно больше внимания уделять своей супруге и тогда тот вопрос который о котором я просил на самом деле он довольно быстро решится так собственно и произошло я понял ее знак и таким образом я смог решить определенный вопрос который мне было необходимо решить в другом случае когда я также обращался к богине кали но мое обращение оно как бы шло изнутри я не помню что я просил я просто просто увидел себя в состоянии видения находящимся в данном храме я стоял перед алтарной частью перед божеством которое расположено в этом храме и читал молитву но молитва шла из души мой ум совершенно находился в спокойном состоянии то есть я сейчас не могу сказать о чем я просил но в целом эта просьба касалась жизни на что богиня кали не ответила то есть я услышал ответ внутри самого себя я еще раз хочу подчеркнуть что диалогов в астральных мирах с помощью речи не бывает то есть никто вам не будет говорить языком и устами какие-то тирады чтобы мы это все записывали запоминали и так далее нет диалог происходит на уровне астрального тела если божество или какое-то духовное существо желает нам что-то сказать мы ее или его мысли будем слышать у себя внутри и в этом случае я услышал ее речь обращенную ко мне но у себя внутри она сказала что нужно супруге уделять больше внимания но при этом особым образом нужно ей больше говорить о любви и прозвучало несколько фраз в качестве примера такие фразы как я люблю тебя ты мой сосуд любви ты мой сосуд нектара ты мое воплощение любви ты любовь моего сердца и так далее то есть но у нас у мужчин я думаю фантазия у всех бурная поэтому мы можем использовать также эту фразу дабы своим супругам говорить подобные фразы и что самое интересное я даже в качестве эксперимента первое время у меня как и у всех других мужчин также мозг включился я начал в некоторой степени даже иногда сомневаться но я решил все-таки проверить этот совет вы знаете я даже удивился тому той реакции которая последовала со стороны моей супруги это просто тотальное цветение ее лица и и реакции и и каких-то внутренних чувств и так далее то есть другими словами нужно чаще и больше хвалить женщин нужно хвалить их при этом так чтобы это похвала она была реальной то есть в них должно что-то отзываться нужно хвалить их реальные качества это не должно исходить из ума в данном случае я даю совет мужчинам и старайтесь чаще давать такие комплименты своим супругам своим женщинам и вы увидите что те возможно нерешенные вопросы которые есть в отношениях либо в семье либо в жизни либо даже в социальной какой-то сфере они будут решаться за счет того что женщина получая похвалу она будет каким-то образом преображаться и учитывая то что данный совет звучал от богини кали мы таким образом будем и еще и получать благословение богини кали что также очень очень полезно то есть пожалуйста пользуйтесь этим советом будьте дарите любовь будьте любимы красивые счастливые и также хотелось бы сказать что даже невзирая на то что в первой части ролика я все-таки показал гневную форму богини кали тем не менее хотелось бы сказать что у богини кали существует и своя мирная форма то есть небесные существа они настолько лояльны в отношении человеческой жизни и они более того они любят наш мир и они любят они исполнены любви в отношении нас самих и по их проявлению по их сути по тем знакам которые мы можем получать от этих небесных существ можно судить о судьбе народов о судьбе душ людей которые допустим погибают на донбассе о взаимоотношениях в семье то есть богиня кали может по большому счету давать благословение на все аспекты нашей жизни то есть это и боевые действия судьба страны и даже семейные взаимоотношения вот так друзья до новых встреч